Тьма теплой августовской ночи, еле видны тусклые звезды, кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя молодыми седоками, мелкопоместной барышней и юношей-гимназистом. Пасмурные зорницы освещают иногда пару ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами, в простой упряжи, и картуз, и плечи малого в замашной рубахе на козлах. На мгновение открывают впереди поля, опустевшие после рабочей поры, и дальний печальный лесок. Вчера вечером на деревне был шум, крик, трусливый лай и виск собак. С удивительной дерзостью, когда по избам уже ужинали, волк зарезал в одном дворе овцу и едва не унес ее. Вовремя выскочили на собачий гам мужики с дубинами и отбили ее, уже околевшую, с разорванным боком. Теперь барышня нервно хохочет, зажигает и бросает в темноту спички, весело крича, волков боюсь. Спички освещают удлиненное, грубоватое лицо юноши и ее возбужденное, широкоскулое личико. Она кругло, по-малоросски повязана красным платочком. Свободный вырез красного ситцевого платья открывает ее круглую, крепкую шею. Качаясь на бегу тележки, она жжет и бросает в темноту спички, будто не замечая, что гимназист обнимает ее и целует то в шею, то в щеку, ищет ее губы. Она отодвигает его локтем, а он, намеренно громко и просто, имея в виду малого на козлах, говорит ей, отдайте спички, мне нечем будет закурить. — Сейчас! — кричит она. — Сейчас! — и опять вспыхивает спичка, потом зорница, и тьма еще гуще слепит теплой чернотой, в которой все кажется, что тележка катится назад. Наконец, она уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг, толчком мотнув их обоих, тележка точно натыкается на что-то. Малый круто осаживает лошадей. — Волки! — вскрикивает он. В глаза бьет зарево пожара вдали направо. Тележка стоит против того лиска, что открывался при зорницах. Лисок отзарево стал теперь черным, и весь зыбко дрожит, как дрожит, и все поле перед ним в сумрачно-красном трепете от того жадно несущегося в небе пламени, которое, несмотря на даль, полыхает с бегущими в нем тенями дыма точно в версте от тележки, разъяряется все жарче и грознее, охватывает горизонт все выше и шире. Кажется, что жар его уже доходит до лица, до рук. Виден даже над чернотой земли красный переплет какой-то сгоревшей крыши. А под стеной леса стоят багрово-серея три больших волка, и в глазах у них мелькает то сквозной зеленый блеск, то красный, прозрачный и яркий, как горячий сироп варенья из красной смородины. И лошади, шумно всхрапнув, вдруг диким галопом ударяют вбок, в левого пашня. Малый на вожжах валится назад, а тележка со стуком и треском, мотаясь, бьется по взметкам. Где-то над обрагом лошади еще раз взметнулись, но она, вскочив, успела вырвать вожжи из рук ошалевшего возничего. Тут она с размаху полетела в козлы и рассекла щеку об что-то железное. Так и остался на всю жизнь легкий шрам в уголке ее губ. И когда у ней спрашивали, отчего это, она с удовольствием улыбалась. «Да, дело о давно минувших дней», — говорила она, смеясь, вспоминая то давнее лето, августовские сухие дни и темные ночи. Молодьбу на гумне, а мед и новый пахучий соломы и небритого гимназиста, с которым она лежала в них вечерами, глядя на ярко-мгновенные дуги падающих звезд. «Волки испугали, а лошади понесли», — говорила она. «А я была молодая, горячая, отчаянная, бросилась их останавливать». Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую постоянную улыбку. «Волки испугали, а лошади понесли, а лошади понесли, а лошади понесли, а лошади понесли». «А лошади понесли, а лошади понесли, а лошади понесли».